За что мы тебя задержали? За представление, что сделала большую ошибку. Какую ошибку? Обманула женщину. Каким способом? Хотела погадать ей. С использованием сети интернет? Да. Еще есть? Абонентские номера использовала? Да. При совершении преступления? Да. Ну что именно рассказываешь, что ты совершила? Я ей написала, что вы просите по-другому помощи. Она написала, да, семейное положение, трудно власть. Она мне пишет трудности. Я ей сказала, что я ей тебе помогу. Она согласилась. Хорошо. Я у нее попросила 3 600, 3 800. Она мне отправила. Поначалу, потом я стала ей просить. Тебе нужно отправить 10 тысяч. 10 тысяч себе оставляйте. Она мне отправила 10 тысяч. Потом 30 тысяч отправила. По степенному сумму набралось 360, 370. Потом, как это время проходит, я ей возвращаю ее обратно. Эти деньги она мне потом заблокировала. В связи с чем ты вернула денежные средства? Как? В связи с чем? В связи с чем какой-то человек позвонил и сказал, что вот такая-такая женщина мне позвонила и стала мне объяснять насчет денег, что ее обманули. Этот человек позвонил и стал нам говорить. Я решу эту проблему. Отец говорит, не надо, я сам все решу. Я сам позвоню. Отец мне стал ругать. Зачем? Что это сделал? Что он это узнал? Как я чем-то занимаюсь? Я позвонила ей сама. Скиньте номер карты, я тебе деньги сейчас все верну. Но не все сразу, только по частям. Она согласилась. Ладно, все хорошо. Я отправила поначалу где-то 60. Потом постепенно все деньги я правда вернула. И она меня заблокировала. Вначале ты деньги с трассы потратила на лишние нужды? Да, я купила дом. Где купила дом? В Игнатовке, Ульянской области. За сколько купила дом? За 130. Купила дом. А ее с деньгами остались 270. Мы продали всю скотину. И все отдали ей обратно в сиденье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова